Здравствуйте, дорогие друзья! Напомню, что в предыдущей передаче мы с вами остановились на том, что вооруженный налет, разбои и политические убийства стали зримой чертой общественной жизни России начала XX века. Терроризм фактически стал практикой воздействия и на общественное сознание, и даже на принятие решений органами государственной власти. Но если с государственной властью еще пришлось повозиться, то общественное сознание пало к ногам террористов-революционеров, как спелое яблоко в конце лета. И, наверное, это было хуже всего. Хуже в таком более глубоком плане, потому что общество, не милосердно страдавшее от всех этих экспроприаторов или эксов, как тогда говорили, все равно идеализировало их, превращая в героев. А вот подать руку жандарму на улице, поздороваться с ним, считалось для порядочного человека неприличным, позорным. Так что при рассуждении о всех последующих ужасах революции и красного террора, наверное, вряд ли стоит долго искать ответ на вопрос о том, кто виноват. Напомню вам, что во главу угла именно политический террор, как средство борьбы, ставили максималисты, боевые группы, отколовшиеся от партии эсеров, в конце 1905 года. И вот за два года существования на счету максималистов было около 50 терактов, в том числе и на Петра Аркадьевича Столыпина, который вы сейчас видите на своих экранах, премьер-министра России того периода, собственно, судьба которого сейчас является центральной темой наших текущих передач. Взрыв на Аптекарском острове, к которому мы с вами неумолимо приближаемся, организовал лидер максималистов Михаил Иванович Соколов, у которого, собственно, были клички Каин и Медведь. Этот человек, проживший 26 лет, начинал, между прочим, в эсеровском крестьянском кружке, в той самой Саратовской губернии, где когда-то губернатором был Столыпин и очень активно боролся там с революционными брожениями. Сам Михаил Иванович Соколов, вот который вы сейчас видите на своих экранах, на фотографии вполне благонамеренный, очень приличный молодой человек, правда, в пиджаке с явно подставными плечами, был действительно таким отчаянным головорезом, террористом, до мозга костей участвовал в декабрьском восстании в Москве, кстати, входил в боевой комитет Пресни, был одним из руководителей боевиков, вообще осуществивших ряд крупных терактов, вот в том числе и взрыв на Аптекарском острове, где на даче премьер-министра Столыпина пострадало около ста человек. Вот именно после этого громкого дела, очень удачного, как считали максималисты, они решили оформить свою партию. Это произошло на территории Финляндии, где российская полиция не могла полностью действовать, в городе Абу после программного доклада Соколова. Однако уже через месяц после организации партии, 26 ноября 1906 года он был узнан филерами на улице Петербурга и арестован. Так вот, филер слово французское, в переводе обозначает сыщик. Так называли в России чаще всего рабочих промышленных предприятий, которые в столице за дополнительную плату, помимо основной работы, соглашались работать на охранное отделение или на охранку, как тогда называли специальные полицейские жандармские управления. В обязанности филера входило проведение наружного наблюдения, то есть опознание на улице по описаниям, ведь фотографий тогда фактически не было, того или иного преступника. И, кстати, действовали они очень успешно. В этом плане хочу вам напомнить в свое время очень знаменитый перестроечный фильм Карена Шахназарова «Филер», где главную роль играл Олег Кенковский и сыграл человека, ну так, как его представляло обычно российское сознание, метущегося, несчастного, который вынужден идти на сделку собственной совестью. Но я, правда, считаю по-другому. Время все расставило по своим местам. Филеры вылавливали действительно преступников и убийц. Так вот, Соколов был приговорен очень быстро военно-полевым судом. Эти суды, напомню вам, были организованы по предложению Столыпина. И через несколько дней после ареста уже был повешен в возрасте 26 лет. Вот помимо него к покушению на Столыпина на Аптековском острове были причастны и две женщины. Вообще женщин среди террористов, как это неудивительно, было довольно много, в том числе и дворянского происхождения. Некоторые потом становились нежными матерями, супругами, слабо мучаясь угрызениями совести по поводу грехов своей юности. Вот в частности, одна из них, Терентьева Надежда Андреевна, но это не ее портрет, я сразу хочу сказать. Это вот кадры с фильма, художественного фильма советской эпохи, когда обычно вот такие барышни, ушедшие в революцию, представлялись нежными, самоотверженными, прекрасными и такими трогательными фигурами. Ну вот на самом деле Надежда Андреевна Терентьева, дочь купца, окончившая, как всегда, педагогические курсы в Москве, потому что все подобные барышни начинали как учительницы, но вместо учения детей решили убивать людей. Вот, скажем, Терентьева Надежда Андреевна тоже была членом боевой организации максималистов и в возрасте 24 лет участвовала в покушении на столы. Ее тоже опознали Филер, ее тоже арестовали, судили ее одновременно с подельницей Климовой, которая больше известна во всей этой истории, мы сейчас к ней подойдем. Так вот, они оба отказались от касационных жалоб и получили они каторгу. Кстати, как и большинство заключенных, помилованных военно-полевыми судами, Терентьева получила свободу в результате февраля 1917 года. После 1934 года неизвестно, что с ней было, она вообще жила довольно тихо. А вот, скажем, та красивая девушка, которую сейчас увидите на экране, это, кстати, подлинные фотографии, это не кадры из фильма, Наталья Сергеевна Климп, она довольно известна в отечественной истории, о ней даже сейчас довольно много пишут книг, ну, наверное, потому что очень контрастирует такая прекрасная нежная внешность с кровавой деятельностью этой замечательной барышни. Наталья Сергеевна Климп вообще была очень молодая, когда она участвовала во всей этой операции, было всего 21 год, она происходила из семьи рязанского помещика, кстати, октябриста, члена партии «Союз» 17 октября и даже госсовета. Сама она окончила опять-таки рязанскую женскую гимназию, жила с папой больным чахоткой за границей, а потом в мае 1906 года вступила в партию сэров-максималистов. Ну, естественно, Соколов, наверное, не мог пропустить такой красивой девушки, да и я хочу честно сказать, что девушки, уходившие в революцию, пользовались всеми теми свободами, которым давала такая мнимо прекрасная жизнь. Она, как и многие подпульщицы, стала невенчанной женой одного из своих соратников по борьбе, и, собственно, стала вот женой Соколова или Медведя, как его часто называли, по его самой распространенной подпольной кличке. Так что, на самом деле, бомбисты не лишали себя таких простых человеческих удовольствий. Однако удовольствие эти продолжается для Климова не очень долго, потому что уже через три месяца она участвовала в покушении на Столыпина, и, как большинство участников этого теракта, была опознана и арестована на улице Петербурга в ноябре 1906 года. То есть полиция сработала очень хорошо, что фактически через три месяца вся эта боевая группа была арестована. И вот пока Климова сидела в Петропавловке, она узнала, что стала вдовой, потому что Соколова повесили, а сама она написала письмо перед казнью. Вообще его можно почитать, оно есть и в интернете, и опубликовано. Это вообще, конечно, такое очень трогательное, вернее, пронзительное размышление. Письмо человека, который, с одной стороны, очень страстно хочет жить, а с другой стороны, готов умереть за идею. Это письмо переправили на волю. Оно было напечатано в журнале «Образование». Ну, вот видите, как-то «Образование» и «Террор» у нас были очень связаны. И вызвало огромную волну сочувствия в обществе, потому что всем было очень жаль томящуюся в заключении вот такую прекрасную голубку, к тому же, которая так вот тяжко переживала всё, что с ней случилось. Однако вот невинные, расчленённые её взрывом жертвы, уже как бы забылись, на самом деле. Те сто человек, которые пострадали на Аптекарском острове, они отошли на второй план. Но я хочу сказать, что и саму Климову не казнили. Во-первых, потому что приговор военно-полевого суда этим двум дамам дал не высшую меру наказания, а каторгу бессрочную. Но, однако, и каторга не состоялась, потому что в ночь на 30 июня 1909 года из женской тюрьмы на Новинском бульваре, это, кстати, недалеко сейчас от Садового кольца, там, где сейчас стоит современное здание мэрии, возле Белого дома, там до где-то 1940-х годов стояла полуразрушающаяся уже известная такая женская новинская тюрьма. И вот оттуда в 1909 году летом убежали целых 13 каторжанок, потому что им помогла сочувствующая тюремная надзирательница. Дальше эту красавицу один из московских инженеров, тоже сочувствующий террористам. То есть в душе они, многие интеллигенты были за борьбу с царизмом. Правда, они, мне кажется, плохо представляли, что будет потом. Так вот, он ее представил как свою жену, провез по всей Сибири, там она потом через пустыню Гоби на верблюдах добралась до Токио из Японии пароходом в Италию, оттуда в Париж. Так что деньги, которые экспроприировали налетчики, они очень-очень помогали их товарищам. И вот надо сказать, что в эмиграции в Париже Наталья Климова не оставила своих увлечений. Она стала членом боевой партии эсеров, ну это параллельная партия максималистов, и боевой подругой вот этого человека, который вы сейчас увидите на своих экранах. Тут и подписано, да и я сейчас озвучу. Это сверхбоевой эсер Борис Савенков. Вообще, это один из лидеров партии эсеров, руководитель конкретной ее боевой дружины, виднейший террорист. В 1918 году он был руководителем и организатором знаменитого антибольшевистского Ярославского восстания. Он написал мемуары. Убит он на Лубянке в тюрьме, хотя официально выпал из окна. Мне кажется, что, правда, окна в тюрьме не открывают. Думаю, что его там убили. Вообще, этому человеку посвящена знаменитая кинолента советской эпохи «Операция Треста». Действительно, была такая операция, которую разработали чекисты. В результате Савенков был арестован. Ну а человек, выдающийся чекист своего времени, Артузов, который эту операцию подготовил, естественно, был расстрелян в 1937 году. Но я хочу сказать, что за Савенкова Климова замуж не вышла. Она вышла замуж до другого боевика, который оказался в Париже после Читинской каторги. После этого она родила двух девочек, отошла от революционной борьбы и как бы даже успокоилась. Однако после февраля 1917 года пыталась вернуться в Россию. Это у нее не получилось, потому что она заболела. Тогда была очень большая эпидемия гриппа испанки. И умерла в Париже, не перейдя критического 33-летнего возраста, в октябре 1918 года, то есть спустя год после той революции, о которой она мечтала. Вообще об этой обаятельной, красивой, романтичной героине русско-еволюционного движения, вот давайте мы еще раз ее посмотрим, писали очень многие. И Варлам Шаламов, и Михаил Ассаргин, и Марк Алданов, и Григорий Кан в серии «Жизнь и борьба». Хотя, честно говоря, никакой борьбы, кроме вот кровавого взрыва, в котором она принимала участие, я лично не вижу. Тем не менее, вот интересно вспомнить эту девушку в связи с другим именем генерал-лейтенант отдельного корпуса жандармов Александра Васильевича Герасимова. Этот человек возглавлял тогда и Петербургское охранное отделение, он был даже шефом жандарма. И фактически разгромил много террористических организаций, в том числе и организацию максималистов. Вот я вам сейчас его покажу поближе. Этот человек, написавший очень интересную книгу «На лезвии с террористами», она, кстати, переиздана была у нас в 90-е годы, книга-то вышла в то время в Берлине, очень советую вам почитать. Вот этот человек из семьи простого казака, а потом офицер-пехотинец-жандарм, фактически был в годы Первой революции блестящим профессионалом сыска. Он месяцами ночевал на конспиративной квартире, работал в сложнейших условиях революции и предотвратил с помощью своих коллег ряд крупнейших терактов, в том числе и на Николая II, и на великого князя Николая Николаевича, и на того же Столыпина. Но вот взрыв на Аптекарском острове он, к сожалению, предотвратить не смог. Однако он сделал очень многое другое, в результате чего многие люди остались живы. Кстати, ему в этом помогал человек легендарный, совершенно проклятый в советской историографии. Это легендарный, ну, как бы сказали раньше советские историки, провокатор. Это агент, который был внедрён во много разных организаций, АЗЭФ. Вот, в принципе, он как бы жил под видом Портнова в Петербурге, но на самом деле с его помощью полиция держала под контролем практически полностью всех боевиков эсеров, и, например, боевую организацию максималистов разгромили полностью. Кстати, самого АЗЭФа так-таки и не поймали, хотя обычно максималисты убивали всех провокаторов. И следы АЗЭФа полностью потерялись, этого человека не перехитрил никто. Что касается Герасимова, то вот этот хваткий, очень энергичный человек, давантюризма смелый, как тогда о нём писали, он фактически любому крупному чиновнику того периода мог, например, не разрешить выехать из дома вечером, потому что он прекрасно знал, где готовится теракт. Даже по личным делам члены дома Романовых не могли выехать просто так, они звонили Герасимову. Но надо сказать, что вообще это свидетельствует не только о высоком профессионализме шефа жандармов, но и о страшном разгуле террора в тот период. Вы представляете, что творилось? И от этого, конечно, больше всего странал и сам Герасимов, потому что он постоянно выезжал на места всех взрывов, он видел расчленённые человеческие тела, какие-то последствия страшные, всего этого и спал неудивительно по 4 часа в сутки. Надо сказать, что он вот через своих агентов даже знал, что у Климовой на квартире хранилась взрывчатка для теракта против Николая II. И вот поскольку он как умный сыщик был очень хороший психолог, то с Климовой он провёл очень интересную операцию. Эту девушку в ночь на Рождество 25 декабря 1906 года он потребовал из Петропавловской крепости в Петербургское охранное отделение. И как свидетельствует документы, доставили её обратно только к полудню на следующий день после напоминания по телефону. То есть это был какой-то очень тихий разговор, вернее, без протокола, и за определённую услугу, вероятно, очень важную, и Герасимов сделал так, чтобы эти женщины, о которых мы только что с вами вот так подробно говорили, получили всего-навсего пожизненную каторгу, а не повешение. Сам Герасимов через три года, к сожалению, пал жертвой интриг, он подал в отставку. Вышел он, правда, в хорошем чине, генерал-лейтенанта, но в эмиграции, он вынужден был эмигрировать, он работал, представляете, всего-навсего бухгалтером ателье дамского платья, которое держала его жена. Он прожил очень долгую жизнь, умер в Берлине в годы войны, в 1942 году, в возрасте 82 лет, и похоронен там, на православном кладбище. Что касается самой Климовой, о которой сейчас как-то так очень много вдруг стали писать, то по некоторым сведения даже незадолго до смерти раскаялась, стала говорить, что враги тоже наши люди, к ним нужно относиться с пониманием. Так вот, к слову говоря, и недавний студент в те времена, Владимир Лихтенштадт, проживший, кстати, всего 36 лет, не торопясь, в те дни, вот, августа 1906 года, готовил взрывные снаряды для Аптекарского острова. Вот, кстати, хочу вам показать обложку одной из книг, которые очень хорошо описывают, в том числе и эти события. Она посвящена как раз и боевой партии эсеров, и максималистов. Вот, хочу вам показать, например, как пресса того периода освещала вот все эти последствия страшных терактов. Ну, кстати, подобные вещи иногда вызывали возмущение интеллигенции. О, боже мой, сколько крови! Хотя, в общем, борьба, она всегда довольно кровава. А вот на этой фотографии я вам хочу показать, это подлинная, кстати, фотография, тайного склада оружия и бомб, который был, вот, этот склад был обнаружен петербургской полицией. И, собственно, вот такие примерно взрывные снаряды и готовил Владимир Лихтенштадт для взрыва на Аптекарском острове в динамитной мастерской, которая, кстати, принадлежала большевикам. Ну, почему, собственно, вот так партии тесно сотрудничают друг с другом, это очень интересный вопрос, мы к нему еще вернемся. А пока несколько слов о том человеке, который подобные бомбы готовил. К сожалению, не смогла найти его фотографии, но два слова все-таки скажу. СССР, максималист, меньшевик, затем коммунист и иногда переводчик. Он родился в образованной еврейской семье, его отец, крещенный еврей, был литератором, статским советником, судебным деятелем. А мать, переводчица с французской литературы и заодно нелегальная участница подпольной организации «Народная воля». Ну, вот, надо сказать, что в этой семье без всяких препятствий сын учился сначала в Петербургском, потом в Лейпцигском университете. Но 9 января 1905 года, в день кровавого воскресенья, о котором мы с вами еще обязательно отдельно поговорим на наших лекциях, он стал свидетелем очень жестокого разгона мирного шествия рабочих. Как он потом говорил, Лихтенштадт, именно под впечатлением этого дня он обратился к активной революционной деятельности. По просьбе своей знакомой писательницы Гуревич, именно Лихтенштадт, который вот потом изготовит эти бомбы, тогда на множительном аппарате размножил составленный ею бюллетень с описанием с хроникой этого страшного дня. И надо сказать, что по всей России тогда распространялся этот бюллетень хроника, рабочие петиции во звание Папа Петра Гапона. Сам Лихтенштадт, несмотря на революцию, женился на соратнице по борьбе и на племяннице Гуревич, ну и продолжал работать в лаборатории по изготовлению бомб. Он, видимо, был хорошей пиротехникой, химикой. Вот одна из таких бомб сработала на даче премьер-министра Столыпина 12 августа 1906 года. Я хочу сказать, что вот на этом месте история становится вообще очень интересной. Потому что, обратите внимание, доподлинно известно, что бомбы для теракта максималистов были изготовлены в мастерской боевой технической группы Леонида Красина. То есть принадлежала эта мастерская большевикам, другой партии, с другими задачами. Но все они боролись априори с одним врагом, с государственным существовавшим строем. А оборудована эта боевая динамитная мастерская была в московской квартире Алексея Максимовича Пешкова, которую мы больше знаем как великого писателя Алексея Максимовича Горького. Вот. Ну, для тех, кто немножко разбирается в последующих событиях, это очень интересная коллизия, потому что после революции победившая партия большевиков очень быстро загнала всех своих бывших коллег по борьбе, и меньшевиков, и эсеров, и каких-то уцелевших максималистов в казематы, превратив для этого какие-то монастырские помещения в неприступные тюрьмы, мотивируя тем, что подобные люди опасны для общества. И, кстати, из жизни эти люди исчезли. Все эсеры, меньшевики, бомбисты все были уничтожены большевиками. А тогда вот обратите внимание, какое было боевое содружество. Ну, что касается участия в этой борьбе литераторов и прочих людей, это, конечно, тоже очень интересно. Вот давайте посмотрим, вы все прекрасно знаете, это Алексей Максимович Пешков, как написано в Большой советской энциклопедии, один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей, буревестник революции. Песня о буревестнике тогда была очень популярна среди передовой русской интеллигенции, да и мы в школе ее проходили. И вот этот человек не только писал босяцкие рассказы, но вместе с гражданской женой, актрисой Андреевой, у которой, кстати, было соответствующее задание – доставать для партии деньги. Вот он, собственно, очень активно участвовал в подпольной борьбе. После революции, которая показалась ему слишком кровавой, правда, он довольно часто ходатайствовал перед большевиками за арестованных, а потом вообще, как вы знаете, уехал на прекрасный остров Капри, где для него каждый вечер играл на фортепиано партийный товарищ и замечательный пианист Николай Буренин. А вот когда, собственно, Горький вернулся в СССР, то в последние годы он получил официальное признание как основатель такого течения, как социалистический реализм, и писал страшные циничные очерки по Советскому Союзу, воспевал Соловецкий лагерь особого назначения, о котором он, конечно, всё прекрасно знал и спокойно ел и пил на самом страшном месте этого лагеря, на Голгофе, где для него там чуть-чуть для прикрытия ёлочки какие-то врыли. И невестка у него была соответствующаяся в кожанке сверху донизу, потому что она была чекистка. Ну вот для начала я вам сейчас хочу показать дом. Он прекрасно себя чувствует. Дом, где проживал в период Первой русской революции вместе со своей гражданской женой Андреевой Горький. Здесь даже, вот не знаю, сейчас сохранился, но долгое время была мемориальная доска. Это дом, воздвиженка, дом 4, находится как раз напротив Тройской башни Московского Кремля. То есть они не прятались. Вернее, наверное, они шли более нагло в открытую. Вот здесь искать не будут. И вот в этом доме, рядом с Манежной площадью, рядом с Кремлём, жил тогда известный русский писатель, в квартире которого находилась большевистская подпольная динамитная мастерская, и в ней как раз изготавливали бомбы для того, чтобы совершить взрыв на Аптекарском острове. Ну, что касается последующих лет Горького, то он себе заработал достаточный капитал для того, чтобы его уважали, любили. Те, кто пришли к власти. В общем, у него, надо сказать, что и приёмный сын, хотя уже взрослый мужчина был, необычный, Пешков Зиновий Алексеевич, брат самого Якова Свердлова и, вероятно, агент многих разведок мира. И внучка его вышла замуж за самого Всесильного Берию. Правда, вот на этой фотографии Горький не из Берии, а с Ягоды, который был на посту председателем КВД до Всесильного Лаврентия. А вообще сам Максим Горький писал много интересного по поводу того, как надо бороться с врагом. Но я думаю, что об этом мы с вами поговорим в следующей передаче. А пока закончим на том, что когда-то, до революции, Алексей Максимович Горький боролся с врагами конкретно, предоставляя свою временную жилплощадь для изготовления смертоносных бомб. Ну, на этом, я думаю, всего доброго. До свидания. До новых встреч.